В ближайшие несколько дней зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной Думы России заметно активизируются и многие намоленные места запестрят рекламными плакатами, баннерами, как в Воронеже, так и на территории всей области. Все, конечно, будет зависеть от финансовых возможностей конкретных кандидатов, креативности их избирательных штабов и стратегии предвыборной кампании. Но уже сейчас пустые почтовые ящики наполняются яркими проспектами, буклетами, листовками, представляя в самом выгодном цвете потенциальных кандидатов, потому что пока на этих шикарных полиграфических изданиях нет никаких выходных данных. В агитационный период и перед ним были ли какие-то нарушения зарегистрированы? Кто-то из депутатов проигнорировал требования? Значит, действительно, ведь действующие депутаты, они имели возможность и до объявления избирательной кампании информировать своих избирателей на встречах или через интернет, или через другие средства. Я скажу, что после выхода указа президента избирательная комиссия Воронежской области направила официальное уведомление о руководителе, ну, ряда, так скажем, региональных отделений политических партий, где обратили внимание на то, что в связи с объявлением выборов наступает несколько иной режим, вот в информационном, в агитационном, так сказать, освещении той или другой избирательной кампании. И надо отдать должное, что ряд политических партий очень четко отреагировали это, убрали какие-либо вот ранее вывешенные агитационные материалы, так сказать, со своих, ну, стендов, со своих, так сказать, площадок, где они это ранее размещали. Но были и те, кто проигнорировал? Ну, вот у нас есть на сегодня несколько моментов, но они будут, так сказать, рассмотрены после того, как данные кандидатуры подадут документы на регистрацию. Потому что сегодня предъявлять какие-либо претензии, но он скажет, я еще и не кандидат, и, может быть, и не буду баллотироваться, и тогда наши старания будут напрасны. А вот с момента, когда этот кандидат появится в избирательной комиссии, и мы увидим, что в предыдущий период с его стороны были нарушения, тогда будут приняты меры. Что дальше? Какой вот следующий этап, самый ближайший? Самый ближайший этап, это, безусловно, для политических партий сбор необходимых документов и сдача их на регистрацию. А для тех кандидатов, которые выделены самостоятельно, и политические партии, которые не входят в список 14, которые могут идти без сбора подписей, необходимо собрать необходимое количество подписей, свою поддержку, с тем, чтобы предъявить их соответствующим комиссиям. Ну, если это партия в ЦИК России, если это кандидат, то в окружные избирательные комиссии и пройти регистрацию, подтвердив все ранее выдвинутые ими, так сказать, ну, сведения, которые они заявили, и об образовании, и о гражданстве, и об имуществе, ну, и все, что касается, так сказать, той информации, которую в дальнейшем избирательные комиссии будут доводить до сведений избирателей. То есть мы проверяем всю информацию, поэтому то, что мы даем в дальнейшем в виде листовок, которые размещены в участковых комиссиях, в виде официальной информации, которая находит в своем отражении бюллетеней, она проверяется, что называется, и перепроверяется. Как часто люди звонят в избирком и чем интересуются? Значит, есть действительно звонки, но не сказать, что очень массово, наверное, очень массово это будет ближе к выборам, как всегда, когда начинают узнавать тогда, где находится тот или другой избирательный участок, проверяют себя в списках избирателей. Сегодня звонки больше информационного плана. Ну, те, кто, может быть, планировал или планирует выдвигаться, а как можно вот осуществить свое активное избирательное право, то есть выдвинуть свою кандидатуру, что для этого надо, какой пакет документов, значит. Кто-то интересуется, выдвинулся ли тот или другой кандидат, где можно найти его штаб-квартиру, чтобы, так сказать, поддержать, может быть, или найти место работы свое на какой-то период, так сказать. Вот таких просьб очень много. Значит, ну, кроме того, еще, значит, бывают самые разные проблемы, которые не связаны с избирательной компанией. Вот то перебой с водой случился, то еще кровля потекла, еще какие-либо вопросы. Сегодня все это, ну, пытаются через избирательную комиссию решить эти вопросы. Хотя мы занимаемся чисто избирательными технологиями. Продолжение следует...